ага так значит дверь по окно большое и не одно много окон о полку дверь неплохо не мне нравится стены очень очень нравится стены вы куда позвать что мне мне тоже стены очень нравится ты вот прям вот и вот прям все за камни сорвала мне тоже очень сильно нравится красные кирпичи такой прям как будто из кирпичей сделаны стены меня вопрос вы куда меня позвали это вообще что это царские хоромы присвятая святых всех богородиц это наша наша квартира 100 150 квадратных метров ты только вдумайся 150 квадратов здесь 300 таких мелких как этот мелкий по месяца то есть хочешь сказать я ради вот этого в ресторане ночевала в этот город ехала чтобы будут тут так вот бегать как лошадка да нет реально как-то не очень я катю пригласил три дня назад она за все это время ждала нас ресторане пока мы тут покупали эту хату но подожди 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 ну мы еще не успели здесь ничего обустроить мы как бы давай 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 мы начнем с того то что мы с мелким два холостяка да мы живем вот в этой хате и а подожди я же с тобой встречаются тут невозможно во первых жить а во вторых вот именно ты же со мной живешь ну как бы мелкий холостяк мы ему тут пару ищем у него там много девушек на вся на на примере что-то маленка что олечка короче мелкий холостяк а я я занят был то мы костью хоронили то мы там маньяка искали то мы там еще кого-то да я купил эту хату уже примерно месяца 10 назад и до сих пор месяцев 11 назад я купила вот эту хату и до сих пор все что мы успели здесь делать это сральник этот поставить ну вот езди сральник вот и все сральник сральник а зачем тогда вы меня сюда вообще звали а зачем что я здесь буду делать видеть даже нет только попикать можно еще в первую очередь меня подписчики просили уже не знаю сколько серии жизни ютубера чтобы я при пригласил как я пригласил катю хочу пригласил за это надо и лайк поставить не ну вы конечно молодцы что пригласили меня сюда но я не понимаю зачем вот да да мелкий правильную мысль только что столкнул ты же у нас молчит он разговаривает по ментальной связи со мной я его уже понимаю ты же у нас дизайнер да я я дизайнер да ну да ты умеешь там ты всякие крутые вещи там рисуешь там вот так вот что мы с мелким подумали точнее он подумал потом мне нашептал на ушко сказал то что ты же нам можешь задизайнить эту квартиру там на стены разрисовать там сказать куда лучше там сральник поставить а то у нас как бы посередине всего стоит куда лучше сральник поставить где лучше кровать запиндюлить куда кухню лучше куда детскую площадку для мелкого поставить куда бильярд поставить куда теннисный корт нам сюда запихнуть может быть хватит уже ты ты же у меня дизайнер я же я же встречаюсь с дизайнером я дизайнер да я знаю что здесь можно сделать но я подумаю я подумаю конечно это мне очень льстит я дизайнер я дизайнер да я могу все хорошо как давай пошли 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 пока ты у себя там в голове всякие дизайнерские штучки продумываешь мне кажется стоит тебя в первую очередь да где вы она чё выпрыгнула с окна ты чё с окна выпрыгнул и ты тоже с окна у нас сегодня семейное прыганье с окна так доставать доставать таблички голосуйте да сколько баллов я выпрыгну из окна насколько на 0 смысла 0 360 воздухе сделал а это короче да 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 я вот сегодня займусь проектом я сделаю дизайн этого дизайнерского дизайна хорошо михалыч все нормально чини собака а я тут причем я тут причем я тебе сказал то что как только мы с мелким переедем я тебе сральники каждый день буду прорывать поближе тебе-то горилл фу воняет чтобы я сейчас вот это да так молодой человек вы пожалуйста починить и тут все вонизм неимоверный наверх за уже идет хорошо да прям очень-очень-очень принципе везде воняет от я тебе мелкий я тебе горел михалыч то чтобы с тобой не живем с эти горилл переезжать отсюда даже как не чинить ему а переезжать мы что почему мы с ним вы поджигаете мелкий тащи керосин есть керосин зачем вы поджигаете иди полей керосина какой керосина на керосин полей керосина я не буду ничего поливать керосином михалыч переезжай я ничего не понимаю что здесь происходит да он короче хотел выкупить мою хату мы с риэлторкой договорились то что я ее куплю за 10 золотых монет он потом вечером как крыса прибежал и сказал риэлторке то что он купить за 12 золотых монет перед носом хотел украсть мою хату прикинь я думала вы друзья ну давай да сейчас мелко еще да хватит нас гаечным ключом бить мы друзья вот какие мы друзья с ним вот вот такие вот такие мы с ним все перестань не надо тут пожар устраивать у человека вон сранник прорвало ванизм такой стоит пусть чинит давай не мешай ему мне кажется мне кажется тебя скоро жизнь твою всю прорвет если будешь оставаться здесь они будешь приезжать поэтому михалыч задумайся задумайся о будущем пошли а будущее у тебя никакого нет эти буду реально стральники каждый день прорвать зачем ты меня сюда пригласил вас какой-то криминал творится конечно криминал ты мне назови хотя бы одну мою рубрику которой нет криминала мелкий отчета у тебя за игрушка в руки покажи пикачу 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 да давайте еще поделитесь это пикачу это пикачу мелкого отдай его ему пожалуйста жадина говядина как баба как мелкий ты первый раз так уничтожать ты почему рыдаешь как реально как плакса ходит выпендривается всегда со своим вот этим ножиком смотрите какое крутое смотри ножик конечно у него 2 но у тебя два ножика мелкий и два ножика ходит с ножиком выпендривается какой он крутой а на самом деле ревет когда девушка у него пикачу забираю а можно я зайду в магазин все по 5 ну иди посмотри мне кажется сейчас там никого нет все закрыто ночь как бы на улице а я зашла здесь всегда двери открытыми оставляют в магазине потом удивляются почему здесь ограбление происходит потому что двери все открыты вот и все пошли давай дальше мелкий а ты почему постоянно в трусах ты знаешь как подписчики почему мелкий трусах потому что это его фишка поэтому они в трусах не потому что ему лень штаны надевать а потому что это изюминка фишка ладно ладно мелкий а почему у тебя девушки нет я чё-то лишнего сказал ты прям очень лишь не сказала его аленка променяла на фермерского пацаненка и потом сосаться с ним сразу начала извинись опять плачет но все я не знала на просто бабочку дойдем мы идем самое главное что сегодня в серии должно быть мы идем гиппопотама смотреть на гиппопотама гипсопотам отоди мелкий я тут кати хочу чем-то признаться стойте на месте только ты мелкому не говори потому что сразу заплачет заплачет плакса заплачет фильм такой флаг самарпул или это из гарри поттера было не в него короче мы идем пошли гиппопотам гипсовый ну не говорить так не говорить что гипс будем снимать ну я это не тебе же а там гиппопотаму гиппопотаму пошли разрешите продемонстрировать с правой стороны у нас екатерина мэрия там мэрия там сидит бомжара ничего не делает в этой жизни светофоры не строит заправку не строит пятерочка но она открывается примерно уже где-то шестой месяц и там до сих пор пишет скоро открытие скоро это наверно после конца света будет открытие вот с левой стороны а ты подожди ты же второй раз в городе ютуберов да я первый раз было очень она очень давно была первый раз но зато мелкого она видит первый раз это первое их знакомство да кстати приятно было познакомиться да все хватит вы подружитесь вы подружить вы поладите нет с правой стороны у нас школа куда ходит мелкий и он очень любит ходить в школу и опять хулиганишь да опять окна разбиваешь катя иди сюда шлакбаум это на русском языке ну да это я имела ввиду а мы идем сюда у нас здесь будет сейчас небольшая такая тебя все нормально наша сегодняшняя экскурсия заключается в том чтобы просто наведать елену ветрянкину нашего лучшего врача лучшего доктор докторицу в этом городе ну лучше потому что единственный здесь больше врачей нет поэтому разрешите и мелкий мелкий как бы в первую очередь туда должен зайти мелкий заходи туда в первую очередь мелкий заходи в первую очередь катя заходи во вторую очередь а что мы будем делать здесь да так здравствуйте здравствуйте так а отвернитесь лена ветрянкина у нас тут короче дела не говорите мелкому здравствуйте здравствуйте короче мелкий это больница здравствуйте ну как кому я это объясняю мелкий в этой больнице уже раз 10 наверное был тон ногу сломал тон руку сломал тон сознание потерял тонн лодыжку вывернул то у него прыщик выскочил то он опять заплакал у него там глаза вздулись ну короче мелкий здесь бывает чаще чем в школе на самом деле реально так оно и есть ну рядышком через дорогу нормально школе мелкий кого-то в школе опять побил там кого-то с окна вытолкнул сразу же через дорогу вот сюда пришел а вот так вот да значит пописяка так короче заказали заговори ему зубы чтобы он стоял где-то посередине комнаты я селена ветрянкина и приду и она ему чик я там гипс немножко ладно ладно так мелкие смотрим на меня на меня смотрим прям в глаза что ты видишь в моих глазах а он мне ничего не отвечает а ну да можем учить себя так давай тогда поиграем угадай сколько времени угадай сколько сейчас времени покажи на пальчиках мне сколько времени давай чувак ты сможешь давай я сказал тихонечко ему гипс отрежьте а не ножницами по башне стой ловите его сейчас ты тоже лови давай дай его бесполезно ловить мелкий стой что же вы творите-то ну я я говорю стар немножко чикните там гипс нужно было подзадеть под подзадеть чтобы он сразу сейчас походу надо его уже к психиатру вести а не к елене ветрянкиной ее надо усыпить значит очень снотворно ему дать а уже потом ему вот это вода ловите ловите в угол зажимайте в угол в угол зажимайте зажимайте в угол я слева захожу давай катюха ты спрагаде опытик-тик-тик зажали 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 лучше не подходить у мелкого два ножика не так не подходил него два ножика ладно сами отчудили вот эту фигню елена ветрянцевана сами разбираетесь Я на улице постою. А я? А ты там помогай Елене Ветрянкиной. Две женщины лучше. Елена Ветрянкина, я не буду вам помогать. Я вообще здесь первый раз. Я здесь не должна быть. Меня позвали. Прикинь, он меня позвал в свою квартиру новую показать. А там кроме сранника ничего и нет. Да еще и внизу у соседа тоже прорвало там. Воняет, как я не знаю где. Да чеха там уже тараторить столько. Игей. На улицу, на улицу выйди, выйди на улицу. Давай, 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 проходи, дорогой мой. Проходи. У меня тут идея здесь небольшая. Мелкому просто очень сильно в последнее время магнитофоны почему-то начали нравиться. Слушай, Мелкий, Мелкий. Я знаю, почему ты не хочешь гипс снимать. Потому что, ну как бы справка закончится и тебе нужно будет в школу отправиться. Ну давай, я сделаю так, как я тебе обещал. Пойдешь в школу, не будешь людей с окна выталкивать, будешь ну чуть-чуть меньше двоек получать по сравнению с тем, как ты сейчас получаешь. Я тебе куплю точно такую же колонку. И ты спросишь, на кой черт мне эта колонка? Ааа, ты подожди, ты так же, как вот этот школьник с колонкой, будешь приходить в школу, ставить эту колонку посередине класса и всей колонке. Просто зайдешь, будешь кричать «Эшкара!» Ну, что-то вот в этом роде. И ты прикинь, ты прикинь, самым модным на районе будешь. Слушай, может быть ты ему штаны хотя бы купишь? Не нужны ему штаны, это фишка, это изюминка. Что ж. Ну чё ты скажешь, Мелкий? Согласен. Лена Витрянкина, доставайте ножницы. Мелкий, развернись. Ножик хотя бы убери, а то Лену Витрянкин пугает. Да, да, давай, давай, давай. Чик, чик, я не смотрю, я не смотрю, чтобы никого не смущать. Куда ты убежал? Иди сюда. Так тут послание. От кого это послание, мне интересно? От меня. Зря я её, наверное, в город этот позвал. Всё? Всё, сняли гипс. Аааа, всё, школенька, давай проматывай со своей этой колонкой. Давай, уматывай отсюда, уматывай. Ооо, вот прям как новенький, как новенький. Смотри, рука на месте, кости срослись. Всё на месте, да забери свою сраную колонку. Всё, давай. Проваливай. Всё на месте, да? Аааа, ну всё, мелкий. Завтра в школу. Вы мне дадите зайти сегодня? Да. Да. Всё на месте, мелкий. Я тебя познал, ты нам ещё дом задизайнить должна. Всего хорошего. Приятно было познакомиться. Мелкий, рогатку достань в задницу. В задницу, попади. Да попади ты. Мазил, осраный. Рогатку тебе подарили, ты даже в человека попасть не можешь. с двух метров. Догоняй! О, всё, автобусная остановка. Автобусная остановка, я уезжаю. Вот давайте сделаем так, если наберём на этой серии 69 тысяч лайков, Катя задержится ещё на одну серию. Ты обещаешь? Я подумаю. Она подумает. Ну давайте 69 тысяч. Мелкий! Мне кажется, надо её ещё. Ага, а в меня попадают, да? Ой, автобус приехал, пока. Какой, какой замечательный, невидимый, экстренный автобус. Вот сразу, в ту же секунду. Бац и нету. Только попробуй. Это бан, это бан мелкий. Это бан просто. О, всё, всё. Субтитры сделал DimaTorzok